Иду с этого, с магазина, ну всё купила, в общем, иду с магазина, переписываясь, там мне пишут сообщения, смотрю в телефон, звонит муж. Я думаю, о, что мне звонит-то, интересно, да, на работе. А он мне, беру трубку, он мне говорит, тебя прям не дозваться. Я говорю, а где ты меня зовёшь? Я думала, он дома, ну в окно, знаете, как обычно у нас тут, короткая связь. В окно кричишь, я выглядываю, что случилось. Я говорю, а я не дома, он говорит, да я знаю, я смотрю на тебя. Я начинаю смотреть, он выше, выше, правее, смотрю, там он ремонт делает в квартире, машет мне. А я, говорит, тебя увидела ещё из-за угла, стою, смотрю, что ты идёшь. Думаю, ну, когда ты там меня увидишь, я говорю, а как я тебя должна увидеть, я даже не знала, где ты. Он говорит, так, я тебе кричала, я говорю, как ты кричала? Он говорит, вот так, о, о. О, в общем, купила я необходимые вещи и ещё много необходимых вещей. Пойдём сразу вам сделаю ракокошку. Господи, сейчас у меня плечик-то оторвётся. Плечо леди оторвётся. Кстати, кроссовочки очень даже удобные. Бульгерия, здравствуйте, кувыркается. Думаю, думаю, ля потюнька вон там на заднем плане. Давайте сейчас вам покажу, что я купила. Свет только включу. А то он в потёмках будет вообще непонятно, что мать вот припёрла. Сейчас, мои сладкие. Супо вставлю. Плечо отваливается, честно говоря. Значит так. Фэри. Это у нас здесь всё-таки есть... Когда посуду бывает, там руками моешь или ещё что-то. Доски я мою руками и фэри для посуды. Потому что я сейчас просто... Чё, ты посудой мою, ты не пользуешься? Пользуешься. Дальше. Купила мак. Мак. Хочу сделать булки. И, возможно, сейчас заведу тесто. Меня буквально вот по дням просили. Говорят, вы, может быть, сделаете маковые булочки. А то очень хочется именно посмотреть. Я вспомнила, что у меня в YouTube нет рецепта маковых булок. Говорят, да, сделаем. В общем, я подумала, почему бы и нет. Маковые булки. Дальше. Две морковки. Больше мне не надо. Я вам сказала, что я теперь буду жить по принципу. Надо купил, мне надо не купил. Всё, до свидос. Одинас мучача с порфаворе. Дальше. Яблочки. Никогда их не мою, кладу не мытами. Это у нас такой закон в семье. Кто хочет, подходит, берёт и моет. Тоже взяла ровно столько, чтобы поместилось на этой замечательной тарелке. И не яблоком больше, чтобы ничего не вытянуть. Если что, запеку. Если не съедаться, на мой взгляд, они аппетитные и вкусные. Молоко, которое самое быстро портящееся, у него 10 дней срок годности. Два таких взяла. И два вот таких взяла. Знаете, я не пробовала ни то, ни другое. Я взяла два разных, самые быстро портящиеся. Мне нужно 3 литра по итогу. Здесь будет больше, ничего страшного, выкинь. Так, а что это? А, это ещё один мак. Это ещё один мак. Ну, в общем-то, и всё. Всё это моё барахло вместе с туалетной бумагой. Всё вместе. У меня вышло 736 рублей в нашем магазине верно. Я считаю, что прямо отлично. Вообще недорого по сравнению с теми ценами, которые у нас здесь были в местечковых магазинах. Я вам говорила об этом сто раз. Это прямо, знаете, задаром, можно так сказать. Потому что, если бы я купила в каком-то нашем магазинчике местном, то там бы мне его пили тысячи полторы, а то и побольше. А так очень даже хорошо. В общем-то, и всё. Сейчас будем творить. Булки надо поставить. Не знаю, наверное, сначала поставлю тесто. А, возможно, формирование, выпекание уже будет с вами в прямом эфире. Но ставить это долго, его уже ждать надо и всё прочее. Я вчера легла, уснула, забыла про хлеб. О, нет воды. Забыла про хлеб. Хлеб хотела на польше поставить. Так я этого и не сделала. Простите меня, мои дорогие. И сегодня, на ночь, собираюсь это сделать. В общем, вот так. Я оделась. Я так быстро шла. У меня была такая тяжёлая сумка. Я так быстро шла, что я даже аж взмокла. У меня прям жарко было. Сердцебиение, пищеварение. Всё у меня прям вот так вот колотится. Выпали лишние запчасти из сумки. Всё, друзья мои. Распаковка состоялась.